Всем привет! С вами Крэзи! В игре Brawl Stars, как наверное и в других играх, есть свои мировые рекорды, которые люди ставят по абсолютно разным причинам. От получения популярности до просто собственного удовлетворения. И порой ради какого-то рекорда идут на абсолютно абсурдные вещи, играя в игру не то что всё свободное время, а просто всё время. Ну и сегодня я хочу вам рассказать самые масштабные мировые рекорды в Brawl Stars, которые существуют. Но далеко не все из тех, что я вставлю, будут связаны конкретно с пушем трофеев. Так было бы просто неинтересно. Перед началом поставь лайк, подпишись, а мы начинаем. Приятного просмотра! Но начнём мы чуть ли не с максимального игрового рекорда. Это трофеи на одном персонаже, самые максимальные. Человек с ником Понгуалонг сделал 3 112 трофеев на одном персонаже. Это была Шелли. Самое странное, что это Шелли. Возможно, я очень сильно не шарю в мете. Но он действительно сделал на Шелли 3 112 трофеев в Solo HD+. Скорее всего, не будет там сейчас плюс 2 трофея, вряд ли бы он смог достичь такого рекорда. Ну потому что 3 112 это просто дофига. Прошлый рекорд был вроде 3048, что тоже является просто громаднейшей цифрой. На самом деле, играть там явно не в удовольствии. Огромное количество снимают, крайне мало добавляют. Но всё же он смог это достичь. И сейчас рекорд по наибольшему количеству трофеев на одном персонаже находится за ним. Ну а следующий рекорд, который я вам покажу, это будет наибольший получаемый урон от яда. Он составил 35 тысяч 3032 у ютубера Райана. Может быть, такое узнаете? Такой громадный рекорд ставился с помощью второго гаджета Гейла. Делался крайне маленький островок 2 на 2. Там ставился 1 блок яда, это крайне важно. Там было 8 Гейлов, 1 Бейль и 1 Фрэнк. Все залетали в этот островок, после чего Фрэнк встаёт в яд. После этого Гейлы просто постоянно взяли гаджет, и Фрэнк не получал урона вообще. Ещё было важно нанести Бейль метку по Фрэнку, чтобы он получал больше урона. И по итогу максимальный урон составлял 32 767, но там прибавлялся ещё урон от другого яда. К этому времени, пока Фрэнк стоит в яду, подходит второй яд и наносит ещё урон. Там было 2565. Это всё складывается и получается цифра 35 332 урона. Ну а следующий рекорд по количеству собранных банок только лишь одним человеком и только лишь за одну игру. Человек с ником NinGamesYouTube собрал 156 банок за одну игру. Они собирали их в течение 10 минут. И всё это время, все 10 минут, они просто собирали банки. Действительно, все 10 минут они собирали банки. Дело в том, что тогда яд наносил 1000 урона. Они, как сейчас, увеличивают свой урон. И с помощью ПЭМ они отхиливали больше, чем получали. И жили всё это время. Также был использован баг на 2 команды. Было всего 2 команды в до ОШД. В одной команде они вдвоём, в другой же команде все остальные. И получается, что они могли жить просто сколько угодно. Их выкнуло только из-за того, что набралось слишком много банок и игра выдала ошибку. Но всё равно, цифра в 156 банок, это является просто громадным числом. Это реально дофига. Вряд ли кто-то когда-то сможет это перебить. Ну раз уж на то пошло, то мы сделаем рекорд по количеству ХП без каких-либо багов. Всё было максимально честно. Человек с ним, Райан, смог получить 50 770 здоровья в обычном ШД. Которое длится стандартных 2 минуты 30 секунд. За это время он смог набрать огромное количество банок в размере 95 штук за 2,5 минуты. Безусловно, они это сделали с помощью сплочённой команды и отлаженных действий. Но они смогли набрать 95 банок и 50 770 здоровья. И рекорд по здоровью находится за ним. Ну а следующий рекорд это максимальный урон, который можно нанести почему-либо. Как ни странно, это тоже 32 767. Я возьму видео у ютубера Райана, который тоже делает рекорд. Но вообще, к минимуму двое также его уже делали. Сейчас появился более лёгкий способ, но к этому мы чуть позже вернёмся. Изначально к стандартному. Этот рекорд ставился с помощью на ней огромного количества банок и гаджета Леона. Так вот, на ней расфармливается, собирает банок 30... 38, после чего запускает своего пипа, свою голову, ульту. Она разгоняется с помощью второй пассивки и потом вылетает в гаджет Леона под меткой Белль. И по итогу этому Леону, а точнее его гаджет, наносился урон в 32 767 единиц. Вообще, мне кажется, можно было обойтись и без метки Белль с таким огромным количеством банок. Но, как я и говорил, недавно появился более лёгкий способ, как можно сделать данный рекорд. Недавно бафнули гаджет Фрэнку второй. И теперь он носит в два раза больше, чем обычная атака. И всё, это крайне просто. Фрэнк расфармливает банок 15, после чего убивает кого-то, чтобы с помощью пассивки носить ещё больше урона. Дальше Леон выпускает свой гаджет, по нему даёт метку Белль. И всё, это легчайший рекорд по урону в Бравл Старсе. 32 767 единиц. Но следующий рекорд тоже максимально игровой. Я думаю, абсолютно все о нём знают. Человек с ником Эквак апнул всех персонажей на 35 ранг. И казалось бы, что в этом такого? Но он это сделал за один сезон. В одном сезоне у него были абсолютно все персонажи на 35 ранге. Это абсолютно безумный рекорд. Много кто про это заикался, много кто пытался. Но именно он сделал это первым. Все персонажи на 35 ранге за один сезон. И мне кажется, что когда будет 100к возможно апнуть, именно он апнет это первым. Самым первым в мире сделает это он. Мне так лично кажется, потому что все рекорды 60-50 аппл первым именно он. И это не совпадение. Ну а следующий рекорд в ограблении. Сколько нужно времени, чтобы сломать сейф в ограблении? Как вы думаете? Я думаю, многие застали этот рекорд. Всего лишь одна секунда нужна, чтобы сломать сейф. Когда только появились карты, конкурсные люди начали с ними баловаться и строить полную фигню. И эта карта была одной из них. Ставят два сейфа рядом с соперниками. И все. И как вы понимаете, люди брали спайков. Но это имба. С его гаджетом. И когда попадались три спайка в команде, можно было сделать это за одну секунду. Надо всего лишь одну секунду было, чтобы сломать сейф полностью от сотки до нуля. Ну а на очереди самый первый 35 ранг в игре. На самом деле сложно вычислить, кто апнул 35 ранг первым. Потому что в то время, когда это аппали, еще не было 35 ранга. Люди аппали 35 ранги, когда было только лишь 20 рангов. И поэтому сложно сказать, кто был первым. Но по-моему, одним из первых точно аппнул он. Это был Вайди. Он аппнул, когда еще было 20 рангов, 20, полторы тысячи кубков. Для чего, зачем, непонятно. Максимальные кубки на персе были равны 500. Но он с своим другом Скайриксом аппнули по полторы тысячи на персонажа. Он на спайке, Скайрикс на Леоне. Зачем, не особо понятно. Но я думаю, вот именно они, самые первые или одни из первых, аппнули по полторы тысячи в игре. Вряд ли кто-то их смог обогнать. Хотя, может быть, и смог. Я, честно говоря, не знаю. Если я не прав, поправьте меня в комментах. Я буду очень сильно благодарен. Не стоит обращать внимание, что им давали по 4 трофея. Это из-за того, что они играли раньше в Ассаде. В Ассаде было по 10 кубков, а в обычных режимах по 5. И они аппались в Ассаде, аппая в 2 раза больше кубков, чем остальные. Но и катка шла там в 2 раза больше. Им было выгодно, что не надо ждать 2 раза подбор. Это было крайне долго. Да и вообще полторы тысячи на то время это был просто безумный рекорд. Просто огромный. Ну а на этом у меня все. Если вы знаете тоже какие-то масштабные рекорды, напишите в комменты. Я обязательно почитаю. Также в описании я оставил ссылки на всех людей, у которых я брал какое-либо видео. Так что можете чекнуть. Но у меня все. Если понравилось, ставь лайк. Подписывайся. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok